есть сопу добрый вечер ну что ж я психотерапевт Александр Данилин и название сегодняшней темы соответствует названию только что вышедшей книги она называется миф о шизофрении и предназначена она преимущественно пациентам конечно пациентам и тем кто раздумывает да не стоит ли ему они сошел ли он с ума вообще не стоит ли ему обращать обратиться в психиатрию конечно пересказать содержание довольно большой книги я не смогу но я попробую сделать другое о чем меня тоже просили неоднократно на в нашей группе на канале телеграм в мессенджере телеграм там есть группа серебряные нити вы можете к ней присоединиться и в наших подписях под видео тоже вопрос формулируется примерно так так что же делаете вы Александр Геннадьевич ну вот все равно все равно совсем без теории объяснить что же делаю я и как я все это понимаю я конечно не смогу потому что займет гораздо больше времени целую книгу я бы сказал но что-то объяснить в том в чем заключается мой подход к тем пациентам у которых поставлен или подразумевается как очень часто сегодня происходит диагноз шизофрения я конечно попробую для этого для давайте я напомню еще раз вам о начале о двух людях как бы теории которых лежали в основе учения о шизофрении во-первых автор термином шизофрения эйген блеер швейцарский психиатр дело происходит в начале в 1908 году в конце 19 наверное 1 3 20 века я постараюсь быть очень кратким и максимально упрощать я надеюсь что вы это поймете потому что в действительности все иначе чем на самом деле как говаривал антуан де сент-экзюпери так вот эйген блеер описал новую болезнь с его точки зрения нозологическую единицу которая отличалась в отличие от всей медицинской практики двумя вещами первое в ней не было никакой идеологии и патогенеза это было описание определенного набора симптомов то есть поведенческих проблем и человеческих высказываний которые он объединил в понятие шизофрения подчеркивая при этом следующую очень простую мысль что сегодня не причины заболевания не его патоморфоз то есть патофизиология его нейрофизиология цитохимия абсолютно неизвестны и что выделяет он эту единицу чисто эмпирически объединяя с помощью определенных так называемых негативных симптомов все это в единый круг но о негативных симптомах мы говорили совсем недавно я хочу чтобы вы поняли что описание глилера было чисто художественным потому что именно чем он занимался в своем руководстве по психиатрии четырнадцатого года которому окончательно сформировалось учение о шизофрении ну литературой именно так этот жанр или это направление человеческого развития называется у вас нету ни биологических процессов лежащих в основе шизофрении ни каких-либо патофизиологических процессов в дальнейшем сам блеилер пришел к выводу что главной причиной того как сейчас бы сказали у нас кто где-нибудь на к на кафедре что главной причиной этого синдрома комплекса то есть комплекса симптомов и синдромов вот этих самых литературных описаний является психологическая причина вытеснения внутри личностного конфликта в бессознательное блеилер был но не учеником это слишком сильно сказано но он был с огромным уважением относился к фрейду состоял с ним в длительные переписки один раз встречался и в общем считал они с юнгом считали юнг работал начинал свою работу как ординатор у эгина блеилера что фрейд первым объяснил им механизмы происхождения психических заболеваний вообще сегодня мы назвали бы эти причины психологическими более того блеилер в конце жизни предупреждал что шизофрению ни в коем случае нельзя лечить лекарственными методами напомню что лекарственных методов тогда когда он писал последние свои работы в конце двадцатых годов прошлого века в общем не было лечили небольшими дозами опиума очень перспективным считалось лечение бромом и как бы еще вот этими самими всякими холодными обвертываниями укручиваниями в общем да давайте мягко назовем это больниологическими процедурами сам блеилер ими не пользовался никогда вот он придумал собственный метод работы с хизофренией этот метод он назвал уденотерапией она состояла из классических сеансов психоанализа по фрейду и рациональных бесед о жизни в прекрасном саду клинике бурх гетсли как бы под цюрихом и там действительно прекрасный сад вот собственно и все и при этом работа клиники была по сравнению с сегодняшними нашими психиатрическими больницами невероятно эффективной до 80 процентов проходя пройдя курс лечения иногда очень длительного иногда достигавшего даже двух лет возвращались к жизни в обществе худо-бедно то есть вот катамнистических наблюдений блеилеровских пациентов я к сожалению не нашел может они есть но я не нашел а 20 процентов действительно застревала в клинике бург гетсли иногда до конца жизни и мы когда-то говорили об этом в связи с сыном энштейна там у нас есть можете посмотреть на канале эти передачи если вам интересны подробности я останавливаюсь на этом потому что это как бы одна половина учение о шизофрении ровно 50 процентов автором второй половины этого учения был отец и глава немецкой психиатрической школы непокобелимый авторитет которого звали имели крепелин для имели крепелина шизофрения была биологическим и о слабоумливающим заболеваниям он во многом соглашался с блеилером но считал что все описанные признаки шизофрении это загадочные никому не известные но тем не менее простите я забыл отключить звук в мобильном но зато какое-то доказательство того что мы в живую разговариваем вот он считал что все формы шизофрении так или иначе приводят человека к слабоумию развитию негативных симптомов еще раз крепелин был для австро немецкой психиатрической школы авторитетом неизыблем и в результате в целом немецкой психиатрии его точка зрения победила собственно говоря и блеилер даже когда писал свои работы он впрямую никогда не возражал крепелину это было невозможно потому что это была австрийская империя это были времена когда начальству вообще возражать было не положено он просто тихо приводил свои взгляды и доказательства в своих статьях и поздних книгах вот почему я об этом рассказываю потому что эти две половины учения шизофрении сохранились в общем и по сей день если вы задумаетесь то легко поймете что с точки зрения власти над больным или власти над пациентом биологическое учение гораздо выгоднее вот есть некая загадочная неизвестная нервная болезнь синдром икс который все равно приведет к слабоумию да и под этим стягом очень удобно например лечить политических противников скажем диссидентов они шизофреники и их надо спасать потому что от того что они инакомыслящие от того что они мыслят не так как все помните я говорил что вне всякого сомнения учение маркса энгельса и ленина истина потому что оно верно а если это учение истина то не принимать его может конечно только сумасшедший и опуская массу интереснейших подробностей включая сюда например то что что биологический взгляд крепелина привел в конечном итоге к программе т4 фашистской германии вы сами можете погуглить что это такое но это программа уничтожения собственных психических больных ради очищения их расы смотрите как все здорово сопадает у нас очищали от тех кто думал иначе и всегда между прочим продолжается вечно это очищение да у нас надо думать как все вот то программа т4 заключалась в том что что у больных шизофрении да вот выводили из клиник и в маленьких газовых камерах подъезжавших ну автомобильных газовых камерах просто морили газом естественно для этого была необходимость существования некоторого биологического заболевания загадочного и таинственного причина которых неизвестно крепелин даже соглашался с мнением блейлера о том что на самом деле эти заболевания представляют собой некую группу заболеваний и что позднее когда методы исследования нервной системы методы исследования мозга будут более совершенны вполне возможно что она распадется на множество всяких разных других болезней надо сказать что отчасти так и произошло но лишь отчасти потому что в нашей стране этого не случилось вот эти вот эти симптомы описанные в виде литературных метафор евгением эгеном блейлером стали стали описанием загадочного синдрома х загадочного биологического заболевания который ведет к слововом к деменции точнее говоря ну вот как бы но те сто лет о которых между прочим когда-то писал крепелин в общем прошли и действительно сегодня мы можем наблюдать совершенно иные возможности по диагностике неврологических заболеваний заболеваний мозга и мозговых проблем ну вот как ни странно вот на этом простой первой части и базируется мой подход к пациентам которые приходят ко мне с уже поставленным диагнозом шизофрения или с как бы другими диагнозами которые в нашей стране означают ровно ту же самую шизофрения первое что я делаю я пытаюсь исключить вот эту самую биологическую нейро физиологическую или гормональную природу этих заболеваний точнее простите не заболевания а того состояния которое есть у человека поскольку если я утверждаю шизофрения это миф это мифологема очень популярная в двадцатом веке но тем не менее она от этого в двадцатом веке было популярным много мифологем и в том числе миф о социализме продолжают же сохранять свою популярность и ничего удивительного в этом нет так вот первое что я делаю я с помощью современных методов ищу возможную неврологическую патологию в том числе и мягкую небольшую и незначительную что мы делаем ну мы делаем то что делают все мы делаем энцефалограммы которые сейчас делают правда очень плохо просто из рук вон потому что энцефалограмма постепенно перестает быть методом диагностики неврологи ее не понимают мы делаем мрт мы берем анализы на некоторые группы гормонов разные половые и щитовидные железы в зависимости от ситуации чего я ищу каков с моей точки зрения механизм развития того что до сих пор называют шизофренией на самом деле это тоже очень просто и базовое понимание действительно заложено когда-то академиком Павловым дело в том что я ищу наличие некоторых очаговых изменений в нервной системе что такое очаг очаг сегодня достаточно понятная вещь нет понятное не до конца но это некий процесс в нервной системе в основе которого лежит так называемый глиоз глиоз это своеобразное если хотите в кавычках воспаление возникающее в нервной ткани там в строгом смысле этого слова воспаление быть не может потому что там нет и большей части лейкоцитов там нет никакого гноя нет никаких бактерий нет никаких и не может быть никаких чужеродных тел потому что иначе да все выглядит совершенно по-другому но там могут быть рубчики эти рубчики чаще всего возникают в ходе родов в тяжелой экологической обстановке в очень тяжелой в которой мы живем и многим жителям регионов России это хорошо известно в первую очередь страдает мозг младенца в силу некоторых причин основных две это либо механическая травма в ходе родов либо повышенная вязкость крови в системе мать-плод так вот по этим двум причинам крошечные капиллярчики которые снабжают непосредственно нервную клетку запустевают и спадаются и образуется крошечный микроскопический участок соединительной ткани как где-нибудь на коже только эта ткань фактически мертвая в ней нету никакой проводимости которая характеризует нервную клетку но вот в строгом мысли воспаления там быть не может и там в этой зоне образуется стойкое возбуждение почему ну потому что рубчик этот является препятствием для приведения сигнала по нейрону и там нервная клетка вынуждена растить новые аксоны выращивать ткань которая будет этот рубчик или эти многочисленные крошечные рубчики огибать в этой зоне образуется избыточное напряжение собственно для меня вот это избыточное напряжение и является понятной совершенно не загадочной причиной всего того что происходит дальше да вот тут у нас на сайте приводит коллега цитаты из книжки где они есть так вот это напряжение на самом деле конечно сказывается на в первую очередь эмоциональной жизни в чем это выражается ну собственно в двух вещах во первых к тенденции к перепадам настроения резким из-за мелочи а во вторых во всем том что мы называем ранимостью избыточной эмоциональной чувствительностью сверхчувствительностью эмоциональные сигналы иначе я буду очень сложно рассказывать меня можно за это десятки раз критиковать они застревают в этих зонах напряжения происходит это по механизму который вы тоже можете погуглить и который тоже кратко очень кратко описан в этой книжке который наш гениальный отечественный физиолог ухтомский описал под названием принцип доминанты то есть эти очаги напряжения способны образовывать то что мы внешне в поведении человека увидим как психологическую проблему во первых он почти потеряет способность расслабиться или ему для этого будут нужны какие-то химические вещества или он как бы никогда не теряет вот этой внутренней мышечной напряженности у него могут между прочим образовываться проблемы связанные со спазмами гладкой мускулатуры в том числе в разных местах в кишечнике в мочевом пузыре и так далее и так далее и тому подобное но главное что это это этот очаг напряжения способен выделять некоторую зону эмоциональную бессознательный это конечно процесс из состава личности из состава из ощущения цельной личности как это происходит это происходит по принципу доминанта вообще ухтомский описывал Алексей Алексеевич ухтомский описывал как эта доминанта работает как магнит притягивая к себе все остальные напряжения все остальные возбуждения все остальные эмоциональные сигналы которые человек получает из реальности дальше включается некоторый психологический механизм который когда-то раньше очень давно и вот коллега мне как раз вспоминал об этом называли истерическим механизмом на самом деле фрейд первым назвал это диссоциативной психической защитой то есть некоторый набор моих свойств и реакции моих эмоций моих переживаний и воспоминаний что будешь делать я же вроде выключил все решение что у все все что все есть я появился теперь скажите мне пожалуйста может мне написать на каком месте я прервался потому что я это могу потерять мысль хорошо если вы не напишите я просто и так очаг напряжения русский физиолог Алексей Алексеевич Ухтамский описал как доминанту доминантный очаг доминантный очаг это очаг который способен притягивать к себе с разных сторон другие возбуждения как магнит человек начинает неприятные ему эмоциональные переживания выпихивать из состава собственной личности создавать в себе как бы еще одну дополнительную личность эти процессы облегчаются при наличии вот таких вот микроскопических иногда невидных рубчиков которые создают очаг напряжения и самым ну таким известным из этих процессов является одержимость как бы когда человек чувствует присутствие в себе другой личности поэтому первое что конечно нужно сделать это понять можем ли мы найти неврологические или гормональные проблемы которые могут вызывать подобные симптомы уверяю вас что чаще всего не во всех случаях но большинстве я их нахожу и простое лечение вот этих проблем без всякой даже мы до до психотерапии еще близко не дошли оно резко облегчает состояние и человек как бы чувствует себя здоровым и далеко не всегда я дальше ему нужен вот это первый этап это как бы я для себя называю в своей терапии этапом крепелина да другой вопрос что подавляющее большинство из этих неврологических сейчас если вы там что-нибудь на словах глиоз откроете в гугле вы там обнаружите сразу альцгеймера не боже упаси я говорю конечно об очень легких незначительных неврологических проблемах порой о тех проблемах которые входят в понятие резидуально-органическая энцефалопатия порой о тех проблемах которые входят в понятие минимальная церебральная недостаточность было и такое понятие так вот да я все равно всего рассказать не смогу но могу сказать что конечно с годами в том числе как вы знаете занимаясь глицином и аминокислотами я стал немножко разбираться в этих неврологических процессах и что нужно для их лечения для их лечения мы используем некоторые группы противосудорожных веществ в очень малых подпороговых дозах и в основном аминокислоты ну плюс какие-то там витамины что-то еще то есть никакой психотропной терапии я для этого не пользуюсь сразу могу сказать потому что меня часто спрашивают это новый нейролептик мне найдете нет не найду я этим не занимаюсь как бы как бы я вообще подхожу только тем кто хочет чувствовать себя здоровым потому что есть огромное количество людей которые борются за свою шизофрению которые борются за свою зависимость если речь идет о химической зависимости в общем борются за право считать себя больным почему потому что это тоже примитивная психическая защита она связана с тем что жизнь больного человека согласитесь во многом выгоднее как удобно чувствовать себя например больным хроническим алкоголизмом вы же понимаете прекрасно что это позволяет сколько угодно пить вот еще очень модно среди больных хроническим алкоголизмом ходить по докторам и потом рассказывать жене и родственникам я у этого был и у этого был и у этого был никто мне помочь не может это значит я могу пить сколько хочу и когда хочу ровно то же самое происходит и шизофрении огромное количество людей привыкнув потреблять официально разрешенные наркотики нейролептики антидепрессанты находит эту как бы частичную жизнь выгодной ну потому что эмоции притупляются эмоционального реагирования вообще меньше как бы меньше конечно и творческих способностей и креативности и возможности проявлять внимание но зато 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 да 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 конечно меньше реагируешь на жизнь и вообще ты инвалид и можешь делать что тебе захочется потому что ответственность лежит не на тебе а вот на этом самом загадочном синдроме икс увы даже на бессознательном уровне таких людей очень много и в них на самом деле главная проблема всегда и во всем мире любых реформ психиатрии эти люди хотят болеть психически и болеют не страдая при этом никакими заболеваниями кроме минимальной неврологической патологии я хочу сказать что на самом деле все не так как в действительности люди очень часто не хотят быть здоровыми я в отличие наверное от многих психиатров не занимаюсь психическими болезнями всегда говорю я всегда стараюсь заниматься психическим здоровьем и теми путями которые к нему ведут и это к сожалению непопулярно должен я вам сказать да как бы вот такая история что происходит еще при глиозе вот у нервной ткани нет никаких возможностей бороться как-то рассасывать этот рубчик потому что нет воспаления кроме как увеличивать количество антител нервная ткань увеличивает количество антител по отношению к своим собственным белкам и по отношению к своим собственным аминокислотам проблема заключается в том что из аминокислот синтезируются те самые необходимые клетки клетки для коррекции настроения биогенные амины такие как дофамин серотонин поэтому да я считаю что такого рода лечение может идти в двух направлениях первое это антигенная терапия и занимаются в Иркутске насколько я знаю я не имею возможности и заниматься и не занимаюсь а вторая это вот тематическое подкармливание нервной клетки теми аминокислотами которыми которых ей не хватает я могу попробовать показать еще одну вещь из числа из той проблемы как вообще появляется и формируется миф я даже не знаю откуда это взялось потому что ссылок никаких вот на одном из ресурсов и в новостях я прочел радостную новость статья называется у шизофреников обнаружили недостаток недостаток белка в синапсах вы этот материал можете сами посмотреть в интернете я пытаюсь сказать что как всегда несмотря на то что статья опубликована вроде как в нейче коммуникейшн ссылок на нее нет никаких или есть или но это не важно важно что речь идет о недостатке некого специфического белка некого гликопротеина протеина известного как СВ2А и вроде как так из 18 больных 18 всего которые участвовали в исследовании в исследовании не у всех определили вот этот самый сниженный уровень вот этого гликопротеина я сейчас там не буду погружать вас в эту область но хочу сказать как вообще формируются такие статьи дело в том что этот самый вот этот СВ2А гликопротеин его уровень падает не только при шизофрении но и при врожденной гипоксии при врожденном кислородном голодании мозга причем это описано давным-давно это не является каким-то таким секретом молекулярной генетики все зависит от того что мы исследуем ведь те кто проводят эти исследования они не задумываются о том на каком основании врачи ставили шизофрению они задумываются о том что вот у этих людей есть диагноз шизофрении и мы исследуем у них вот этот белок и поэтому ни одно такое исследование не позволяет утверждать что шизофрения существует она то поставлена эмпирически врачами на основе тех литературных описаний симптомов о которых мы говорим а белок этот его уровень снижается при массе других патологий тех самых неврологических о которых я говорю да и вообще некоторая задача помочь синтезу этого белка она исполнимая задача но никакого отношения к антипсихотикам и к антипсих шизофренической терапии это не имеет по той простой причине что любой нейролептик будет уменьшать количество гликопротеинов в синаптической щели и это тоже давно известный факт то есть если это так а мы продолжаем лечить с помощью официально рекомендованных для этого препаратов мы ухудшаем состояние больного а нам берут вот такое локальное исследование неизвестно на чем основано нету базы никто не знает что такое шизофрения нам говорят о у 16 человек из 18 обнаружено снижение такого-то гликопротеина который кодируется вот таким вот геном и мы думаем да ну мы не знаем ничего про белки там синаптическую щель и про всякую другую фигню но какая тяжелая болезнь то о нашли биологические корни ничего не нашли это просто так дополнительная информация для ученых о том что и при шизофрении тоже возможно снижение этого белка но замечательные как бы вам сказать фактически фейковые статьи нам же этого не сообщают ну вот поэтому я сначала пытаюсь обнаружить неврологические причины потом пытаюсь их облегчить 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 синтез пилка нервной ткани это моя лекарственная задача на фоне этой задачи и разумеется у тех людей у кого мне ничего обнаружить не удалось речь встает о чистой психотерапии в чем она заключается ну в общем она в моем подходе очень похожа на удэнотерапию доктора Эгена Блейдера только первое что я делаю опять я пытаюсь научить человека расслабляться снимать напряжение психологическим путем что для этого используется ну для этого используются сеансы самогипноза я не занимаюсь гипнозом в чистом виде я учу людей гипнотизировать себя самостоятельно я оставляю им записи сначала своих релаксирующих сеансов потом они делают такие релаксирующие сеансы для себя сами потому что это вот это избыточное напряжение приводящее к избыточной чувствительности и диссоциации то есть выделение из личности практически еще одной только ну как бы об этом выделении тоже ведь надо говорить отдельно я же буду говорить никак не меньше часа тут попробовал пошагово все описать ну знаете пошагово прочесть книжку в общем да сразу не получится но интересно что в нашей стране феномен множественной личности который вам наверное тоже известен по СМИ хорошо он относится к числу он относится к разряду шизофрении и ничем кроме нейролептиков антипсихотиков это дело у нас не лечит а во всем мире этот феномен относится к области диссоциативных расстройств и лечится он эффективнее всего с помощью гипноза или самогипноза потому что в состоянии легкого транса полусна сна и уж в состоянии сна личность человека объединяется во сне нет множественной диссоциированной личности там человек по-прежнему чувствует себя цельным это такой доказанный факт многократно ну нашу психиатрию этот род фактов не интересует ну вот это с точки зрения первой задачи психотерапии вторая задача психотерапии это задача понять что же все-таки произошло плейлер пытался решать ее с помощью классического психоанализа я предпочитаю использовать символ драмы почему потому что к сожалению язык наших с вами современников настолько беден с каждым годом у нас нарастает алекситимия неспособность человека выражать свои чувства и говорить об этих чувствах что я предпочитаю опускаться вместе с пациентом в мир образов и пытаться отследить что произошло с помощью внутренних путешествий воображений слово символ драмы вы конечно можете тоже отгуглить конечно я пользуюсь ей десятилетиями поэтому как-то по-своему я это использую у меня очень сильный уклон в спонтанность в такие в поиск того что открывается человеку в этих путешествиях спонтанно вот и наконец третье самое сложное бесконечно сложное и как ни странно гораздо сложнее чем две предыдущих позиций это страшная проблема я бы сказал отсутствие жизненного опыта у человека жизненного эмоционального опыта у человека особенно в тех случаях когда его долго лечили психотропными лекарствами потому что по сути что человек находился в непрерывных запоях что человек принимал наркотики что человек принимал скажем с подросткового возраста типичные нейролептики он находится в состоянии литургии некоторого искусственного сна оглушенности он находится в общем состоянии лекарственного психоза с помощью которого лечит у нас метафору под названием шизофрении и он у него отсутствуют элементарные навыки общения у него отсутствует способность как-то понимать намерения и слова другого человека он конечно не читал никаких книжков и его язык очень часто оказывается страшно бедным поэтому третья часть задачи которая иногда возможно иногда невозможно это если хотите работать чисто педагогически ну вот то что я в этих бесконечных радиопередачах и видеосюжетах пытаюсь объяснить про разные состояния человеческой души ну вот чтобы вы поняли и свежих примеров сейчас очень актуальных там молодой человек 17 лет ну неважно в общем суть-то истории не важна ну в общем да он перестал учиться конфликтует с родителями шизофрения нейролептики и вечно 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 говорит о суициде сейчас не суть я просто не хочу да описывать случай я пытаюсь объяснить что он спрашивает меня Александр Геннадьевич он умный мальчик очень скажите скажите зачем мне жить если жизнь страшно трудна и все равно заканчивается смертью вот попробуйте сейчас на минуточку как бы задуматься что что вы ответите если это будет ваш ребенок мой ответ конечно гораздо длиннее и сложнее но в общем я говорю о двух вещах вещь первая что вы ее знаете я ее многократно говорю что если человек будет жить вечно апатия и лень погубят его поскольку куда торопиться то если жизнь бесконечна ничего не надо делать прямо сейчас смерть показывает одну главную мысль не надо успеть ну вот я успел уж простите дописать вот эту книгу ну еще какие то которые я написал и хорошо я успел хоть что-то что мне казалось важным высказать до конца хотя до конца тут высказаться невозможно вот а если впереди меня ждет бесконечность которую трудно себе представить то я тогда могу ничего не писать ничего не есть ничего не пить смерть дает человеку энергию жить как это не парадоксально звучит во вторых представьте себе люди кто смотрит меня ну примерно моего возраста с тем количеством ошибок боли печали трагедии которые мы пережили в жизни мы сможем наращивать количество этих воспоминаний еще сто лет двести лет или или вот эти самые воспоминания грешки беды в конце концов нас переполнят нам нужна перезагрузка ресет хочешь я тебе дам книжку о перевоплощениях можешь почитать об этом и наконец в третьих жизнь трудна но вся проблема в том что легкая жизнь неинтересно жить легко означает жить без удовольствия и без радости потому что у нас есть один единственный способ господа получить удовольствие для того чтобы расслабиться нужно сначала напрячься если человек все время отдыхает то каждый новый день каждое новое пробуждение связано с тем чем бы мне сегодня развлечься и это превращается в такую отработку смертельно скучную через некоторое время потому что ты испытываешь удовольствие от отдыха только тогда когда ты хорошо поработал и оргазм так хорош потому что он является совместного результатом совместного напряжения двух любящих друг друга тел а если напряжения нет сори нет эрекции нет оргазма нет никакой радости никакого удовольствия поэтому жизнь всегда трудна трудна потому что без удовольствия без напряжения она смертельно скучна я пытаюсь говорить кратко и конспективно но это третья часть это часть разговоров о смысле того что происходит с человеком о смысле его переживаний в том числе тех которые коллеги считают чистым бредом о смысле жизни и смерти поскольку огромное большинство родителей не умеет об этом говорить и это самая трудная часть потому что для того чтобы она заработала человек должен мне доверять меня любить а это в общем далеко не всегда возможно я не могу нравиться всем кому-то подхожу кому-то нет как всякий психотерапевт и все три части и я бы сказал неврология и образный психоанализ и вот эти самые беседы о жизни и о смерти или о принципах жизни у нас есть нечто похожее на канале они очень непросты психозы проходят нервные клетки восстанавливаются но к сожалению правда в том что восстанавливаются они очень медленно и Блейлер считал что родственники ни в коем случае не должны ставить крест на больном раньше чем через год после всех тех переживаний которые он называл психозом я считаю что такого рода терапия в серьезных случаях она может занимать и два и три года но она не вечно не пожизненно ни в коем случае однако нельзя требовать от нервной системы слишком много нужно дать время и возможность ей восстановиться вот я уже наверное тут что-то прерывалось с эфиром я уже наверное злоупотребляю вашим терпением поэтому вкратце это все хочу еще одну вещь сказать я 25-го уеду на 10 дней в отпуск и у нас прервется во-первых прервутся ненадолго эфиры но обратите внимание на бегущую строку я вернусь 5-го февраля и уже начиная 6-го можно по этому телефону который есть у нас на сайте повсюду предварительно записаться ко мне на прием тут почему-то ровно на этом месте текст бегущие строки почему-то исчез вот сейчас посмотрим начнется начнется вот на всякий случай запишите телефон который был на бегущей строке на куда-то делся 8-985 или плюс 7-985 123-01-86 плюс 7-985 123-01-86 начиная с 5-го февраля теперь уже я буду принимать снова и можно заранее записаться по этому телефону телефону я не знаю что творится с моей техникой да вот вот наконец наползает наползает телефон на бегущей строке поэтому помните пожалуйста что на первой странице серебряных нитей есть описание телефона по которым можно приобрести книжку я был бы рад если бы у вас появились ко мне по ней вопросы мнения или что-то еще помните что меня не будет ну практически уже сейчас и до 5-го февраля поэтому если вам нужно записывайтесь заранее там там никакой записи нет все дни пока свободны поэтому будет немного попроще в феврале попасть на консультацию или что-то обсудить вот что еще ну еще я да я желаю всем всем абсолютно это то с чего начинается и чем заканчивается психическое здоровье самое главное это никогда и ни в каких случаях не чувствовать себя ненормальным или психически больным человеком потому что вот этот виток вытеснения и диссоциации личности он начинается с признания самому себе в том что я психически больной человек до тех пор пока вы чувствуете себя нормальным вы нормальные и никаких других критериев на самом деле не существует кто бы что бы вам не говорил все пока пока и до следующих встреч вон он вон он ползет телефончик спокойной ночи